Борис Пастернак Как прежде падали снаряды. Высокое, как в дальнем плавании, ночное небо Сталинграда качалось в штукатурном саванне. Земля гудела, как молебен об отвращении бомбы воющей, кодильницею дым и щебень выбрасывая из побоища. Когда урывками меж схваток он под огнем своих проведывал, необъяснимый отпечаток привычности его преследовал. Где мог он видеть этот ежик домов с бездонными проломами? Свидетельства былых бомбежек казались сказочно знакомыми. Что означало в черной раме четырехпалые отметина? Кого напоминало пламя и выломанные паркетины? И вдруг он вспомнил детство. Детство. И монастырский сад, и грешников, и сообщенную по соседству свист соловьев и пересмешников. Он мать сжимал рукой сыновней. И от копья архистратигали, по темной росписи часовни, в такие ямы черти прыгали. И мальчик облекался в латы. За мать воображение ратуя и налетал на сопостата с такой же свастикой хвостатую. А рядом в конном поединке сиял над змеем лик Георгия. И на пруду цвели кувшинки, и птиц безумствовали оргии. И родина, как голос пущий, как зов в лесу и грохот отзыва, манила музыкой зовущей и пахла почкою березовой. О, как он вспомнил те полянки! Теперь, когда своей погонью он топчет вражеские танки с их грозной чешуей, драконь ее. Он перешел с земли границы, и будущность, как ширь небесная, уже бушует, а не снится приблизившаяся чудесная.